Библейский портал экзегет.ру представляет «Господь, взойди Господу ты, Аарон, Надав, и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилев, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни, все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисею все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцать колен Израилевых, и послал юношей сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов и мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали, не все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. Потом зашел Моисей, Арон, Надав и Авиуд, и семьцы старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное о работе чистого сапфира и как самое небо ясное. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисеев, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Иисусом служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. И старейшин сказал, вставайте здесь, доколе мы не возвратимся к вам, вот Арон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору и прокрыло облако гору, и слава Господне осияло гору Синай, и покрывало ее облако шесть дней, и в седьмой день возвал Господь к Моисею среды облака. «Видже слава Господне на вершине горы, был перед глазами сынов Израилев, как огонь поедающий, Моисей вступил в середину облака, и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». 24 глава, достаточно такая короткая, но тем не менее очень важная по своему содержанию. Мы видим, что не все израильтяне могли войти в облако. Апостол Павел, между прочим, об этом скажет, что народ израильский был крещен водою и облаком. Здесь дается такой прообраз, что крещение, оно двояко. Есть крещение в покаянии, которым крестил Иоанн Креститель, а есть крещение Духом, которым Иоанн Креститель, в общем-то, и скажет, что я крещу вас водой, но идущий за мной будет крестить вас Духом. Это очень важный такой прообраз, но тем не менее в Священном Писании мы много видим указаний на то, ранее глава, которую мы с вами читали, на то, что Господь никогда не является как абсолютный Дух. Он всегда является народу израильскому, либо в огненном столпе, либо как здесь, в облаке. И не все, как мы видим, были достойны войти в общение с Богом, в особое общение с Богом. Кто-то сказано, что те, которые сидели, они тоже видели Бога, сказано, ели и пили, прообраз на Святую Евхаристию и на самого Господа и Спасителя Иисуса Христа, о котором будет сказано в Евангелии, в чем его обвиняли фарисеи, говоря о том, что он ест и пьет с моторями и грешниками. Все эти прообразы в Священном Писании так или иначе для внимательного и любящего взгляда мы видим, и они есть. Здесь нам важно, когда мы с вами читаем тот или иной отрывок, важно видеть полноту Священного Писания. Может быть, не цепляться иногда за какой-то отдельный стих, и что мы его не рассмотрели. На самом деле, мы говорили уже с вами о каменных скрижалях. Здесь, в общем-то, повторяется это как бы заново. Не то, что говорили о каменных скрижалях. В 20-й главе было дано полное, развернутое толкование того, что в них содержалось, и как это указывало на человеческий грех. Почему именно так? Потому как сказано, законом познается грех. Эти слова, эти скрижали каменные, которые получил Моисей, они были даны для народа израильского именно для того, чтобы познавать, что есть грех. О чем здесь речь? Ну, сказано было, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Что это означает? Мы можем сказать, мы сегодня никаким идолам особо не поклоняемся, нет у нас ни статуи, ни Астарта, ни Ваала, никому не приносим никакие жертвы. Это не совсем так. Дело в том, что в Священном Писании сказано, что кому вы служите, тому и рабы. Что значит служить? Опять мы скажем, мы не служим никому, никому. Мы люди самодостаточные, свободные, в общем-то ни от кого не зависящие, но это на самом деле миф. Нет человека полностью абсолютно свободного, нет человека зависящего, не зависящего ни от кого. Дело в том, что надо сказать так, кому мы больше всего уделяем, посвящаем времени, кто-то спит, кто-то ест, кто-то бездельничает. Это тоже своего рода идолы, которым мы так или иначе уделяем свое внимание и время. Мы же говорим, что время для нас это самое дорогое, а некоторые говорят, что время для некоторых людей это вообще деньги. Поэтому в любой форме, так или иначе, если мы присмотрим к своей жизни, прилагая к себе заповеди, которые были даны Моисею на горе Синай, где осияло облако, осветило его, так или иначе, мы это увидим. То есть закон дается нам для исправления, для того, чтобы мы сначала смогли это именно увидеть. И так, как сказано, там дальнейшие заповеди, мы их уже рассмотрели. Не убей, не прелюбодействуй, почитай отца и мать. Если мы почитаем своих родителей, то значит мы отдаем предпочтение кому-то другому, ну в большей степени часто своему эгоистическому «я». Итак, Моисей, как сказано, взошел на гору. Некоторые старейшины, не все священники могли зайти на гору. Это снова говорит нам о том, что у каждого в этом мире свое служение и у каждого свое помазание. Например, одно служение у патриарха, другое служение у епископа, другое служение, если говорить о иерархической священнической ступени, у протеереев, иереев, диаконов, иподиаконов, алтарников, мирян. Но так или иначе, все мы с вами мазаны одним миром, то есть благодатью Святого Духа, в Святом Крещении, на которое здесь указывает это облако, которое шел Моисей, которое сияло его. Все мазаны одним, но у каждого свое служение. Не все, что делает, например, Святейший Патриарх, может делать любой мирянин. И не все, что может сделать мирянин, сделает, скажем, священник. Поэтому здесь надо это четко понимать. Есть особая иерархия ценностей, иерархия того, к чему поставил и предназначил нас с вами Бог. Итак, если обратиться, может быть, к некоторым отцам церкви, что означает еще вхождение на гору, как, например, об этом говорит святитель Иоанн Златоуст, то, что и касается здесь и поста, награда за пост. Вот он пишет, «Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был, Моисей, на горе сорок дней и сорок ночей». Вот цитата святителя Иоанна Златоуста. «Если кто желает видеть этот образ Божий, пишет святитель Иоанн Златоуст, то должен любить Бога, чтобы быть любимым Богом и быть уже не слугой, но другом, который исполняет волю Божию, чтобы суметь войти в то облако, в котором Бог». И вот еще Амрусим Диаланский, например. «Видишь, — пишет, — видишь вред от невоздержания. Посмотри теперь на благотворные действия поста. Проведя сорок дней в посте, великий Моисей удостоился получить скрижали закона». То есть и та, и другая цитата, она говорит о том, что «если хочешь быть другом Богу, то исполняй Его волю». И снова хочется напомнить эти слова в послании апостола Павла к римлянам. Для того, чтобы понять волю Божию, войти в облако с Богом, в общении с Ним, необходимо главное и первое условие. «Не сообразуйтесь с веком сим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего». И далее. «Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая угодная и совершенная». Апостол Павел нам как бы говорит, что препятствием к познанию воли Божией и вхождению с Богом в общение, молитвенное общение и предстояние перед Ним, является сообразование с этим веком. То есть, применяя шаблоны не евангельские, не евангельское благовестие, не заповеди Божии, как руководство к своей жизни, а принимая шаблоны этого мира, мы сами себе препятствуем в наших отношениях с Богом, для того, чтобы примириться с Ним и войти в общение, как это сделал Моисей, который постился 40 дней и 40 ночей, и, как сказано, удостоился этой чести общения с Богом и называться уже не рабом, как и говорит об этом евангелист Иоанн в Священном Писании, что Христос говорит, называя вас уже не рабами, а друзьями.